Как я разминаюсь перед тем, чтобы сесть в лотос, а также как я занимался для того, чтобы сесть в лотос. Прежде всего мы с вами снимаем носки, чтобы видеть свои ступни ног. Так, разогреваем коленки. Обычно мне достаточно разогреть коленки для того, чтобы я уже мог сесть в лотос. То есть в любом случае, когда мы обращаем внимание на суставы с помощью таких вот нехитрых действий, оказывается этого достаточно, чтобы они уже послушались, чтобы они стали как-то тут помягче. Основная нагрузка идет вот здесь вот. Надо растянуть, то есть тут мышцы у меня подзабитые вообще-то. Вот, я их потер, и мне этого уже достаточно, чтобы я мог сесть. Но сесть я не буду садиться, а смотрите, первое упражнение. То есть вы положили ножку сюда, эта ножка у вас прямая, и вы начинаете потихонечку, потихонечку наклонять коленочку к полу. То есть здесь у вас начинается работа. Ну сколько это делать? Ну я, допустим, поделаю минутку, полторы минутки. То есть мы поделали это. Раз. То же самое делаем с этой ногой. Начинаем. Также ее пригибать, здесь растягивать. Вот. Очень хорошо дальше вот такое вот упражнение делать. Тянуться. Ну у меня сейчас вот здесь. Кстати, у меня вот здесь задняя поверхность плохо растянута. Спина тоже плохо растянута. У меня вот именно для лотоса я растянул то, что необходимо. Значит, вот так. Очень хорошее упражнение. Подводящие. Ну вот. Так. Потянулись, потянулись. Старайтесь пятка, чтобы была не вот так лежала, а вот так. Чтобы здесь как растянулось. Сильно тянуться не надо. Умеренно, чтобы никакой особой боли не было. Тем более вы что-то там порвали. Этого не должно быть. Этого не должно быть. О, растянулись. Далее вы можете сесть в полу-лотос. Эта ножка сюда идет. Эта ножка сюда идет. То есть вот он полу-лотос. Вы в нем сидите. Так же сидите минутки две посидели. Коленочки потерли. И меняете ноги. То есть, если это было внизу. Теперь делайте вот это у нас внизу. А это сверху. Вот. Положили. Вот основные боли возникают. Вот здесь вот. Для того, чтобы сесть в лотос. Это вот здесь вот надо растянуть. Лично для меня. Хотя тут надо это забедренные растянуть. Сделать гибкие и коленные суставы. Ну вот, больше всего, где-то вот это вот глиноступный сустав больше всего беспокоит гибкость. Посидели. Вот. Сделайте такие вот движения ножками. Чтобы расслабить. Расслабить вот эту вот мышцу. Она особенно тянется. И вот здесь побаливает. Ну и после того, как вы так размялись, размялись. Или позанимались. Вот я размялся. Я обычно редко так разминаюсь. Я раз-раз погладил себя. Этого мне достаточно. А это уже для меня очень хорошая разминка, чтобы сесть в лотос. А для того, чтобы человек, который не может садиться в лотос, вот в основном вот эти вот упражнения он делает. То есть, как я показывал. Это значит, одна ножка. Другая ножка. Далее, значит, наклоны. Потихонечку. На эту ножку. Наклоны. На эту ножку. Потом у нас идет полу-лотос. Сидеть в полу-лотосе. Иногда, если плохо, вы можете под попу подкладывать подушечку. И тогда у вас спина будет ровнее. Вы будете сидеть ровно. Ну, это я вам покажу. Теперь, эта ножка. Вот эти вот упражнения надо делать, желательно утром. Ну, как я делал, утречком. Проснулся, пока, пока, так сказать, день начинается. Ты раз, только эту гимнастику сделал. И вечерком. Вечерком, конечно, будет лучше. Вот, и после того, как вы сделали разминочку. Вот, нога уже, видите, как идет сюда. Раз. Садитесь легко и просто. О! Еще разок повторяю. Я обращал внимание на то, чтобы не было того, что эта нога, колено. Знаете, вот оно, чуточку сейчас у меня висит. Чтобы она плотно прилегала к поверхности пула. Чтобы вы сидели. Вот. Все. Все тут у вас размялось. Небольшое. Вот здесь вот у меня имеется. Ну, как бы сказать, некомфортное такое состояние. Небольшое, некомфортное. Которое довольно-таки быстро проходит. То есть, нога как бы на свое это. И вы сидите, медитируете. Если что-то вас начнет беспокоить, беспокоит. Естественно, никакой медитации не получится. Потому что здесь надо отключиться. Просто-напросто. И тогда, когда ничего не беспокоит, вы начинаете полноценно медитировать. Или сосредотачиваться. Или делать дыхание. Дыхание, кстати, делается вот таким вот образом. Центральный палец кладется на лоб. Большой закрывает правую наждру. Вы делаете вдох через левую наждру плавный. Видите, животом. Выдох через правую. Вдох через правую. Выдох через левую. То есть, если вы будете заниматься дыханием. Это как раз дыхание ха-тха. Через лунную и солнечную ноздри. Для того, чтобы уравновесить энергетику. И как раз такая поза позволяет нашу энергетику собрать в кучу. И такое положение рук тоже собирает энергию. То есть, не дает. Вот если я так сижу, значит, вот так я буду ходить. А когда вот так. То есть, у меня вся энергия, циркуляция энергетическая замкнута на мне самом. Я сижу и спокойно что-то там делаю. Еще разок показываю. Это я вот привык вот так вот делать. А если я сделаю наоборот. То есть, эта нога у меня сюда пошла. Чтоб вы поняли разницу. А это вот так. То это колено у меня, видите, висит. То есть, мне вот такие вот седы не нравились. А сплошь и рядом такое видно. Что коленка это висит. Это говорит о том, что здесь имеется какое-то напряжение плохое. Которое не дает полноценно провести то или иное умственное упражнение. Медитацию, концентрацию. Вот. Ну, еще разок. Да, можете вот так еще подтягивать. Я раньше вот этот пальцем доставал сюда. То есть, тянулся ко лбу. Больше не наклоняетесь, а больше тянете ножку. Вот тут тогда как раз работает тазобедренный сустав. Он растягивается. То же самое это. Видите, это даже у меня лучше растянуто. Я могу дотянуться. А это растянуто хуже. И постарайтесь себя не насиловать. Главное регулярность. И у вас это все пойдет потихонечку, потихонечку, но пойдет. Если начнете себя насиловать, начнутся судороги, начнутся там какие-то микро-травмы. И все это, естественно, не даст вам полноценно заниматься этим делом. Что я еще раньше делал? Ну, ладно, не будем говорить, что я там раньше делал. Вот этого мне хватило для того, чтобы, как я прочитал, через полгода занятий регулярных, вы сядете в лотос. И день в день я сел в лотос. Естественно, мне было трудно. Естественно, даже немножечко мне там помогли. Но, тем не менее, я заплелся. И потом едва расплелся. А дальше вы должны полюбить этот сет. Больше сидеть вот так вот, куда бы вы ни пришли. Садитесь. Если у вас... Сейчас я вам покажу. То есть, многие люди начинают медитировать, пытаться, вернее, медитировать с прямой спиной. Но у них не хватает гибкости для того, чтобы спина была, вот знаете, прямо так, естественно, прямо. У них начинается здесь напряжение. Естественно, возникает боль. И дальше это ничего хорошего не дает. Что вы делаете? Вы берете вот такую вот падушечку. Подкладываете себе под попу. Вот, подложили под попу. Ножки сложили так. И сразу чувствуете, что напряжение со спины у вас ушло. Вам так сидеть намного комфортнее. Поэтому можете подкладывать такую подушечку себе. Как раз она кладется под ягодицы. И сидеть будет намного удобнее. Намного легче, намного удобнее. В некоторых случаях, в некоторых случаях, вы даже можете это делать возле стенки. Опираться спиной о стенку. Для того, чтобы расслабить спину. И напряжение в спине вам не мешало проводить какую-то умственную работу. Типа концентрация, медитация. Чем больше вы будете проводить время вообще, читая книги. Я, кстати, люблю так дома обедать. За обедом там. То есть в любое время дня в таком седе, тем больше у вас начнет это все проявляться. Легче будет садиться в лотос. И выполнять те или иные упражнения. Ну и еще разок. Сажусь в лотос. Вот. И сидим. И на передаче я видел людей. Вот для того, чтобы мне сесть в лотос, я помогу себе руками. Которые садились в позу лотоса без помощи рук. Вот так ноги у них лежали. По ним такая раз и заплелись. Легко и просто. То есть они как перчинные ножи сложились. Раз. Или так. Тянитесь макушкой вверх. Можете такие упражнения немножко сделать. Вот. И, как бы сказать, вытянуть себя за макушку вверх. А потом расслабиться и как на колышек насадить себя. Насадили. Успокоились. Закрыли глаза. Дышите животом. И процесс пошел. Доброго вам здоровья. До встречи. До встречи.